Склад площадью 8 тысяч квадратов сгорел на улице пограничников. Возгорание произошло вчера вечером. Тушение осложнилось тем, что вблизи нет водоисточников. Пришлось даже задействовать пожарный поезд. Его пригнали со станции «Бугач». Предварительные 6 тысяч квадратов за два часа переросли в 8. В итоге здание выгорело полностью. По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 8 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли склада и прилегающих к нему зданий. Информация по пострадавшим не поступала. В 22.02 по местному времени пожар локализован на площади 8 тысяч квадратных метров. Крушению пожара привлечено 110 человек, 42 единицы техники. Ликвидировать пожар не смогли и к утру, хотя здание проливали всю ночь. Свою проверку уже начала прокуратура. В ведомстве сообщили, что склад принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдает помещение в аренду под хранение пиломатериалов и алкогольной продукции. Причины возгорания еще предстоит выяснить. Подробности масштабного пожара смотрите в следующих выпусках новостей в 18.00 и в 19.30. Сегодня утром в Красноярске сняли режим черного неба. Воздух стал чуть-чуть чище благодаря слабому западному ветру. Тем не менее, до конца дымку он не разгонит. А завтра и послезавтра снова ожидается штиль, что снова может привести к накоплению вредных веществ в воздухе. Напомню, режим неблагоприятных метеоусловий держится в Красноярске почти весь февраль. Его вводили уже два раза с 1 по 8 и с 10 по 14. 5300 рублей на такую сумму выписали штраф и красноярскому гонщику, который проехал на Лексусе около здания ФСБ и заехал на машине в Центральный парк. 4000 рублей он отдаст за поездку по пешеходным зонам, еще 1300 за отсутствие страховки и неработающие стоп-сигналы. Если нарушитель оплатит штраф в течение 20 дней, то отдаст за грубое нарушение правил дорожного движения всего 2650 рублей. Раньше гонщик катался по Вантовому мосту, тогда его мама даже грозилась забрать машину у сына-нарушителя, но, видимо, пожалела свое чадо. Он считает, что проверяет, как работают дорожные службы. Правдоподобные эксперименты мужчина больше проводить не будет. Скоро он переезжает в другой город. Двое красноярцев обманули бомжа и оформили на него кредит. Они убедили бездомного в том, что сами будут отдавать долг. Доверчивый мужчина передал обманщикам данные своего паспорта. Красноярцы оформили кредит, а после сняли с карты 656 тысяч рублей и пропали. Мужчин задержали силовики. Правоохранители забрали из их квартиры ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты и документы. На одного из задержанных завели уголовное дело. Ему светит до шести лет тюрьмы. Сейчас проверяют, причастны ли мошенники к аналогичным преступлениям, так как, судя по изъятым вещдокам, бомж мог оказаться не единственной жертвой. 3000 бутылок с нелегальным алкоголем пытались перевезти на север края двое предпринимателей. Их теплоход с контрфактом остановили на Енисеи. После правоохранители нашли цех, где приготовили спиртное. Там хранилось еще 26 тысяч бутылок с алкоголем, на которых красовались знаки известных брендов. Также там нашли стеклянную тару и упаковочный материал. Всего изъяли 370 тысяч литров алкоголя общей стоимостью больше 7 миллионов рублей. Правоохранители задержали и двух мужчин, которые причастны к изготовлению паленого алкоголя. На них завели уголовное дело. Квартира на четвертом этаже сегодня стала проходным двором. Вверх и вниз по лестнице каждые 10 минут ходят специалисты от разных ведомств. И все заходят в одну и ту же дверь. В 4 часа утра в одной из комнат этой сталинки рухнул потолок. Перепуганный хозяин квартиры позвонил в администрацию. Сегодня мужчина весь в ремонтных хлопотах. Так что говорить журналистами отказывается. А вот его соседи рассказали, потолки здесь и правда ненадежные. Кому-то приходится их полностью менять. Перекрытия не меняли, просто доски заменили. Старые доски сняли, новость сделали. Как думаете, надежно это? Продержится долго? Ну, думаю, да. На улице возле дома тоже кипит работа. Остатки потолочного перекрытия грузят в КАМАЗ. Мешки мусора скиданы аж вдоль нескольких подъездов. Все эти остатки штукатурки и деревянные брусья были собраны с одной только комнаты. Здесь же на улице становится ясно, проблемы со строением есть не только внутри. Состояние дома снаружи оставляет желать лучшего. Вот мы видим, в некоторых местах со стены буквально кусками отваливается штукатурка. А где-то по фасаду идут длинные трещины. Дом на минуточку признан объектом культурного наследия. Около 80 лет назад в этом доме жил выдающийся врач, который основал краевую школу хирургов. Жители дома говорят, старое строение со шпилем и правда красивое, если не приглядываться к треснувшей штукатурке, но опасное. Если в квартире потолок валится впервые, то кирпичи на улице падают регулярно. Чтобы уберечь людей от падающих камней, пришлось даже протянуть сигнальную ленту между подъездами. Этот дом построили еще в 50-х годах. Несмотря на почтенный возраст, должного внимания строению, по мнению жителей, не оказывается. По-вашему, за домом не ухаживают? Ну, не совсем хорошо, раз такое происходит. От этого не должно быть. Такого не должно быть, естественно. Конечно, надо ухаживать за ним, деньги не хватает. Специалисты уже обследовали потолочное перекрытие. Говорят, рисков обрушения в других квартирах нет. Жильцу пострадавшего помещения предложили переселиться в маневренный фонд, но он отказался. Пришлось сделать тепловой контур в комнате, которая обрушилась. Сейчас заходили в квартиру, так тепло нормально. Капитальный ремонт в этом году есть запланирован, но сейчас в связи с этим обследованием будет понятно, может, его раньше начать или все от заключения будет зависеть. Когда в квартире восстановят потолок, тоже пока неизвестно. Алифтина Сасова, Станислав Никифоров, 7 канал. Актеры исторического сериала «Красный яр» встретились с Александром Уусом. Губернатор поблагодарил артистов за работу и наградил почетными грамотами. Для многих местных актеров съемки в фильме – новый опыт. Не секрет, что киноролями наши артисты не избалованы. Исполнитель одной из главных ролей – золотопромышленника Никифора Плахова, Артем Рудой, идя на кастинг, а затем соглашаясь на съемки, не предполагал, что проект выльется в настолько масштабную историю и прогремит по всей стране. Драму показали по одному из федеральных каналов. До этого же какие-то фильмы снимали в Красноярске. Это были не очень большие проекты. Но когда я увидел, как организовано это дело, да просто открыл вот эти первые пять серий, я понял, что это очень масштабный, очень красивый, вдохновляющий проект. Правда, было волшебно смотреть на все наши замечательные красноярские виды – тайгу, столбы. «Красный яр» посвящен двухсотлетию образования Енисейской губернии, сериал о золотой лихорадке в Сибири 19 века. «Наш край» не просто причастен к историческому событию – съемкам этой восьмисерийной драмы. Львиная доля кадров сделана в Красноярске и его самых живописных окрестностях. А первая серия полностью снята в ландшафтах края. Действие происходит на часовне «Пороскевы Пятницы» и Красноярском море. В конце прошлого года закрытые предпремьерные показы этой серии прошли в Красноярске, Минусинске, Шушинском, Девногорске и Москве. Съемки состоялись при поддержке губернатора края. «Первое – это, конечно, показать Красноярский край, его самобытных, колоритных людей, его замечательную природу, его историю во всей красе, какой она, безусловно, заслуживает. Вот в социальных сетях были по этому поводу оценки такого рода, что нельзя так красиво показывать Красноярский край. Я абсолютно не согласен с этим утверждением и благодарен тем, кто снял это кино». Ледовый городок на острове Татышев перестанет работать 28 февраля. У красноярцев осталось всего 15 дней, чтобы успеть покататься на зимних горках. Другие локации, каток и лыжная трасса будут продолжать работу в зависимости от погоды. Когда закроют ледовые городки в других районах города, пока неизвестно. Специалисты отслеживают их состояние. Если среднесуточная температура вырастет, а горки перестанут быть безопасными для посетителей, их демонтируют. В сквере Чернышевского ледовые конструкции уже снесли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова